И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и здесь я должен начать свою коронную фразу, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine, друзья, но нет. Сегодня у нас серия-обзор на грядущие обновления по SE. Итак, год назад проект Space Engine разработчика Владимира Романюка был выпущен в Steam. С тех пор выпустили много обновлений, но не реализовали множество новых функций, так как разработчик был сосредоточен на исправлении множеств ошибок самого симулятора и повышении его стабильности. Среди наиболее заметных добавленных функций было добавление больше языков, включая китайский, японский, также была добавлена улучшенная поддержка VR, новая система видеозаписи и улучшенная автоматическая экспозиция. Конечно, сам разработчик хотел включить все новые обновления в юбилейный выпуск, но так как не хватает времени, они будут выходить один за другим в ближайшие месяцы по мере их завершения. Итак, вероятно, самая впечатляющая функция в разработке это трехмерные облака. Помните, я как-то в своих видео жаловался на треугольные и квадратные облака? Так вот, всю плоскость и прочее уберут полностью, но данное обновление пока что находится на очень ранней стадии разработки. Кометный шейдер, исправление реалистичности хвоста комет и кометной пыли. Кстати говоря, маленькая частица уже немного исправлена, обратите внимание. Но если говорить о завершении данной работы, то, увы, полная работа еще в стадии разработки. Ведется работа над топливными и тепловыми системами для кораблей. В зависимости от типа двигателя корабля будут использоваться два или более типа расходуемых ресурсов. Топливо, масса, вещество, которое двигатель выбрасывает для создания тяги, это водород. И топливо, которое используется для ускорения или производства электричества. Как дейтерий, уран допустим. Скажу простыми словами, что множество кораблей в СЕ на данный момент сейчас на бесконечном топливе. Из точки А до точки Б можно, не заморачиваясь, пролететь туда и обратно. Но, как сказал разработчик, реализовать ограниченное топливо легко, сложнее внести его в игровой процесс. В конечном итоге должны будут внести топливные станции или какие-то подобные инфраструктуры. В будущем обновления могут быть заправочные станции с бесконечным запасом топлива. Которые либо игрок, либо сам разработчик может расположить вокруг, ну, допустим, какого-нибудь ледяного мира. Еще одной важной механикой для кораблей, которая будет в будущем обновления, это управление температурой. Реакторы и двигатели, электронные системы и даже пассажиры на корабле выделяют тепло, и это тепло необходимо отводить от корабля. Иначе экипаж погибнет. Электроника перегреется, и корабль может даже расплавиться. Поскольку космос это вакуум, это означает использование радиаторов. Двигатели и реакторы современных звездолетов вырабатывают достаточно тепла, чтобы их радиаторы и сопла двигателей светились в видимом свете. Температура и, следовательно, яркость, свет, свечение этих элементов будет зависеть от мощности и эффективности двигателей, а также от того, как долго они работают. Количество тепла, накопленного в радиаторах, будет увеличиваться до тех пор, пока они не достигнут теплового равновесия. В грядущих обновлениях SE корабли, спроектированные в редакторе, должны правильно учитывать управление теплом. Что можно сказать по поводу двигателей в Space Engine? Даже двигатели больших кораблей, скорее всего, будут ускорять их очень медленно. Но другие типы двигателей, кроме тех, что есть у Space Engine сейчас, а также добавление дополнительных режимов работы к двигателям, также могут в некоторых случаях обеспечить более высокое ускорение. Говоря об ускорении, Владимир в настоящее время работает над некоторыми улучшениями самого игрового движка. То есть, как говорится, падение FPS вроде бы как бы уже в будущих обновлениях не должно быть таким значительным, как сейчас многие игроки могут это заметить в игре. У нас будет задействовано сразу несколько ядер центрального процессора, которые сейчас есть у всех. Первая часть почти завершена. Огни планет, кораблей, теней, затмений. Ну и, наконец, вот еще несколько вещей, которые выполняются как отдельные тесты и ожидают интеграции в Space Engine. То есть, вот такие прекрасные миры мы будем с вами наблюдать в будущих обновлениях. Возможно, даже с выходом этого обновления. Посмотри, как выглядят миры. Как выглядят черные дыра. Как выглядят различные пульсары. Физика и модели планет также будут исправлены. Новые текстуры. Ну и давайте под конец рассмотрим все ошибки, которые будут исправлены. Ну и что будет внесено. Как я и говорил, это рефакторинг и оптимизация освещения. Многопоточное обновление освещения теней затмений. Оптимизированная производительность браузера звезд. Настраиваемые шейдеры эффектов двигателя корабля. Возможность ускорить время более чем в 10 тысяч раз. В режиме Flight Simulator при использовании чит-кода TARDIS. Более реалистичный внешний вид хвоста кометы. Обновления в каталогах. Исправленные некоторые ошибки с хвостами комет. Исправленные некоторые ошибки в режиме графики. Ну и, как обычно, я попрошу тебя обязательно поставить пальчик вверх. Подписаться на канал. Нажать колокольчик, дабы не пропускать наши новые путешествия в мире Space Engine. Всем спасибо за просмотр. Ждем грядущие обновления. И помните, что космос и вселенная бесконечны. И мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока.